Привет! У меня сегодня очень важный день в моей жизни, потому что я сделал впервые маникюр. Мы находимся сейчас возле салона Коди Профешнл, франшизу, которую мы разрабатывали. И вот уже запускаем и анонсируем. Сегодня мы посмотрим, как работает салонный бизнес изнутри и насколько выгоднее открывать салон, когда ты производитель или когда твой франшизер, производитель. Кстати, вот видите, клиенты подходят и подходят. Это действительно очень такой сейчас бизнес после пандемии, который восстанавливается активными темпами. Заходим внутрь, смотрим, как это работает. Внутри нас ждет Елена, внутри нас ждет Владислав, который расскажет нам о том, как бренд Коди, который присутствует в 163 странах мира, открывает и начинает строить эту историю с салонами красоты. И вы можете открыть в своем городе этот салон уже сегодня. Поехали! Ну, вы как-то работаете с мужской аудиторией? Или вы, типа, сколько придет, столько придет? Больше все-таки женская аудитория. Ну, я же понимаю, я имею в виду, не ходите мужчин? Класс, спасибо вам большое. Теперь я вот такой. Так, это уже ваша продукция, да? Это еще пока не... Потому что на мейкапе мы же использовали не вашу. Нашу. В смысле Коди, да? Коди полностью все. То есть вы делаете всю общую линейку для всего. Да, вот видите, у нас даже антисептник, а тоже наш. Все? Все аппаратура, все наши, стерилизаторы. Мы стерилизацию проводим в Автоклаве. Так, мебель точно не ваша. Ну, мы делали ее. Местность мы покупали. Покупали. Ну, под заказ, это полностью вот форма. Но покупали на наши деньги. Мы сами ее делали. Хорошо, ладно, вернемся к продукции. То есть у вас, вы сделали вообще всю линейку для салона. Конечно. Вы изначально же, вы же не сразу решили. Изначально мы начали делать линейку гель-лаков. В принципе, как мы стали знаменитыми, вот лет 10 назад, наша компания сделала инновационный продукт, это rubber base. Это основа для гель-лаков, которая, в принципе, покорила весь мир. Мы делали... Вы это сделали? Это сделала наша компания, да, с нашими технологами. И, в принципе, по сей день это уже прошло лет 12, и до сей пор никто не может скопировать эту формулу. А почему? А в чем формула закачается? Можете рассказать специально для зрителей нашего канала? Нет, не можем. Это такая, знаете, информация очень сугубо... Там резина и дистиллированная вода. Да. И еще пару ингредиентов. Соль и перец. Соль и перец. Так, хорошо. То есть rubber base стал вашим вот таким вот... Пушером. Мега-хитом. Да. Который позволил... Ну, то есть, в чем его... Ну, для меня, извините, для небольшого любителя манекюра. Он подходит абсолютно для любой иноксилотластины, потому что, если более детально разбирать, ногтевая пластина у женщин, она абсолютно разная. Есть более ломкая, тонкая, мягкая. А он максимально адаптируется, и носка его от двух недель и выше. То есть, в принципе, человек не знает никаких проблем. То ли он на море, то ли он работает в какой-то более активной, там, да... В шахте. В земле, в шахте, да. Ногти будут. То есть я могу в шахте работать? Можете, абсолютно. Так, хорошо. То есть история такая. Вы придумали этот rubber base, который стал основой для ваших лаков всех. Да. И это стало вашей, как бы, путевкой в жизнь. Да. Мы подсчитали... Для компании. ...подсчитали где-то 163 страны, которые используют... Сейчас. ...непосредственно, да. Это почти все страны мира, ребята, между прочим. У нас 200, там, плюс небольшим стран. Расскажите немножко именно о производстве. По производству это более 148 фабрик у нас по всему миру, опять же, находятся, с которыми мы работаем. То есть они для вас это делают? Да. Конечно же, будет согласно с нашими технологами. То есть они знают рецепт rubber base? Рецепт? Ну, конечно. Но только это секрет. Сколько мы посчитали? Больше 6000 единиц у нас позициями, на которых производится в... Раскью. Да, из-под названия. Так, киппинг юнит. Но это не, условно говоря, лак, там, красный, зеленый, черный, да? Это не только. Это все, это косметика, да, вот непосредственно. У нас же очень много линейок, которые мы производим. Что нужно вообще? Это одному человеку нужно 6000? Ну, я имею в виду... Человеков много на земле, поэтому... Нет, ну, в смысле, я имею в виду, вот, давайте так, если всем, чем можно накрасить и так далее... Мы накрасим, но у нас же не только... Есть еще и оборудование, есть и аппаратная косметология. Это мой первый, кстати, маникюр в этой жизни. Да? В этой жизни. Да, да. Ну, в смысле, может быть, я в Порше делал его чаще, но в этой вот пока, пока вот так. Хорошо, давайте вот вернемся к маникюру, к базовой услуге. То есть вы, ну, вот, как бы, известны в основном, как вот эти вот... Мы популярны больше... Да, да. У вас сколько их? Ну, типа там, наверное... Оттенков? Ну, вот, SKU тоже этих. Ой, ребятки, сколько у нас их? Больше тысячи. Больше тысячи. Больше тысячи оттенков. Ну, типа, какие новые цвета? То есть все уже, мне кажется, цвета уже примерно все есть. Почему? Но ножки на втором все равно мало. Оттенки. Практически там каждую неделю технологии делают ресерч, смотрят. Это все связано и с показами, с показами одежды, с показами мод. Да. Есть цвета, которые определяются как трендовые. А вот в 20-м году был этот, желтый и серый. Помните, такая была финия? Да, но не остается, да. И вы сделали желтый и серый лак, да? Ну, давно уже. И гель-лаки, базы цветные тоже есть у нас. Ну, то есть я к чему? Что вы, как компания, которая в этом рынке уже давно, вы умеете следить за трендами, да? Ну, конечно, мы обязаны это делать. Но мы же все-таки очень плотно связаны с фэшном. Можно для непосвященных? База это чего? Вот эта база? Это у вас база сейчас, она идет без основы. То есть она быстрее наносится, поэтому... Вы знаете, глядя на первые ноготь, я... Все? Да, сушим лампи, опускаем ручки. Нет, не сюда, вот сюда. Я же говорю, я впервые. Да. Там не будет как в Индиана Джонс такой... Но вот все-таки год назад, когда началась пандемия, все начали бизнесмены, и в том числе бизнесмены, составлять списки сфер, которые вымрут. И вот все говорили, ну кто там будет заниматься красотой? Как вы переживали карантин, и что у вас происходило в бизнесе? Как это повлияло на продуктовую линейку все-таки? То есть вообще к локдауну мы были готовы, потому что в Европе он начался немножко раньше. Мы уже оттуда получали какие-то инсайты. К тому времени мы подготовили наборы... От ваших партнеров, да? Да, да. Для домашнего ухода, это маникюр в домашних условиях элементарный, который можно будет сделать. То есть я такое мог сделать, в принципе, год назад? Такое вы нигде не сделаете, кроме как у нас. Мы создали базу знаний, это ютуб ролики обучающие, с тем, как в домашних условиях ухаживать за собой, не навредив, поскольку очень важно соблюдать все какие-то нормы. К моменту локдауна мы уже подготовили бьюти-наборы для домашнего ухода и помогали всячески. То есть каждый день наши технологи были в прямых эфирах, проводили консультации и... Учили людей в новых реалиях? Чуть переместились, адаптировались под это все и дали то, что было необходимо в это время людям. Что еще было нового за последний год, я имею ввиду, внутри вашей компании? То есть вы довольно давно уже на рынке, да? У нас... Мы всегда... Мы не боимся запускать новые направления. Всегда технологи создают новые продукты. Это вот в этом году вышла линейка пигментов для перманентного макияжа, тоже, которая очень хорошо себя показала на рынке. И запустили направление косметологии, которое сейчас приобретает еще больше популярности, потому что ухоженная, здоровая кожа это очень важный элемент сегодня. А много у вас, вы говорите, технологи-технологи, много этих ребят у вас внутри? Не пересчитаю всех. Ну, типа их много. Довольно много. То есть если учесть, что у нас восемь направлений, да, то на каждое направление, да. Десятки? Ну, учитывая девочек моих в салоне, в студии, это все девочки-технологи. Они тоже что-то создают? Ну, мы вместе, все вместе работаем. То есть у каждого есть исследования, да, мы тестирование, заполнение всех актов, которые уже непосредственно... Вас тоже заставляют что-то разрабатывать? Нет, мы тестируем. А, на вас тестируют, я понял. Не на меня, а я тестирую. Ну, то есть, если, ну просто интересно, то есть, допустим, мы же ищем партнеров потенциально не только в Украине. Нас интересует же весь мир. То есть мы хотим понять, вы готовы к адаптации, да? Конечно, готовы. Ну, во-первых, у нас уже на Кипре есть в городе Ларнака наш международный учебный центр. При том, что он, по-моему... При котором уже открыты... Вот так, вот так, лампок себе, услуги. Окей, я понял, да. Причем вы его открыли же в... Вот буквально учебный центр был открыт в девятнадцатом году. А офис в августе? В восемнадцатом, а непосредственно предоставление услуг в 2021. То есть у вас есть салон в Киеве и на Кипре? Да, действительно. Я была непосредственно топ-менеджером в компании. То есть вы сначала здесь работаете? Да, лет пять назад у меня уже, как бы, появилось желание открыть салон. Да, кстати, вот важный момент. Очень важный момент. Ни одна из позиций не тестируется на животных. А зачем тестировать лаки на животных? Это, в принципе, очень странная идея. Типа, держится ли на обезьяне лак? По-моему, ей бы понравилось. Нет ли какого-то раздражения? Ну, они же тестируют совершенно по-другому. Те же самые крема тестируют многие на животных. То есть совсем не так... Ну, там очень все печально, если вы когда-нибудь видели, смотрели. Да, да. Ну, в смысле, я не видел, но я понял, что это, может быть, не так, как у нас. Вот это покрасили и все. Я понял, аллергия. А как тогда понять, что это будет воспринято человеком? Есть добровольцы, которые... Нет, это уже все разрабатывается согласно европейским стандартам, которые есть сертификаты, подтверждающие о том, что они не тестируются на животных. То есть... А где больше всего этих заводов? Я почему-то вот... Для меня Коди, это что-то больше связано с Кореей. Это так? То есть вы... Нет, нет, нет. У нас... Если так вот, в общем, взять, это большая часть Европы. Так. Это Штаты, Южная Корея, это... В Северной нету заводов, да? Нет. Вот это поворот! Окей, так вернемся, да, в историю. То есть вы работали топ-менеджером и потом решили сделать салон. То есть вы... Была такая идея. Ну, конечно же, мы работали над этим довольно-таки долго. Года два это все у нас развивалось. Мы думали, делали все бизнес-планы, искали тоже помещения. Но поскольку в этом мы уже работаем довольно-таки давно, то мне хотелось вот создать максимально идеально. Ну, и подбор самих девочек, технологов тоже занял определенное время. Я не хотела с этим особо спешить, потому что хотела все-таки зайти очень сильно, мощно и профессионально. Сколько вас искали? Зоя с нами уже лет 10. Больше 10. Больше. С нашей семьей. Больше 10 лет. Класс. Поэтому, как только я уже знала, что мы будем открывать студию, я первый человек, наверное, которому я позвонила и спросила, «Зой, вы будете со мной работать?» Так, ну здесь так тепленько внутри. Тепленько, да. Печет? Не, не печет, но так. Жарит. Руки греть зимой. Слушайте, ну все, наконец-то. Теперь полный комплект. У меня все? Да. Класс, спасибо вам большое. Нет, я просто хотела показать, что вот есть такие кабинеты подологии, где мы... Где у кресла есть ноги. Да, где у кресла есть ноги, и благодаря которым этим ногам можно максимально комфортно делать все процедуры. То есть убирать все... Видите, вы говорили, вот аппараты... Ваши, да? Наши аппараты, да. Это непосредственно подология, та, которая решает очень много проблем, и благодаря которым очень можно качественно делать процедуры. То есть от аппарата очень зависит много, как будет сделана процедура, и как клиент будет ходить. Но это типа его где-то делают? Вы просто это сертифицируете и... Это итальянский брак. Клеите свой логотип? Ну это производство. В Италии. Под вас? Да. Окей. То есть вы находите производителя, которые делают что-то хорошо? Конечно. Тестируем, делаем заключение, уже потом непосредственно после этого даем добро, и для нас делают аппараты. Давайте посмотрим на салон в целом. Начнем с... В общем салон у нас 300 квадратных метров, довольно-таки большой, и количество услуг около 400. Ага. Ты хотел сделать акцент на стерилизацию? Делаем это все в три этапа. И это автокласс класса B, такой же, как используют стоматологи. То есть он максимально убивает все бактерии, микробы. Но перед этим все очищается в ультразвуке, вымачивается, потом уже подготавливается инструмент каждым мастером в конце смены, укладывается в крафт-пакеты. Вот видите, то есть в таком формате. И при каждом клиенте распечатывается инструмент. То есть клиент уверен о том, что индикатор должен быть обязательно сработан, потому что когда кладется инструмент в крафт-пакете, здесь индикатор другого цвета. Вот эта часть, она обязательно для салона? Она у вас зарабатывающая? Здесь, если мы говорим уже о франшизе. Максимально, вот, кстати, по франшизе, мы изначально разработали, что будет 50-75 квадратов, основные залы, это будет ногтевой, парикмахеры и визаж, коррекция, архитектура. То есть такой большой салон и не нужен, в общем-то, всем? Нет, нет. А это уже по желанию. То есть если наш партнер франшизе захочет такое, то, конечно, мы будем помогать, что-то советовать, просчитывать, и уже да-да, нет, нет. То есть основная слуга, это все-таки вот здесь, на массаж, на... Что есть еще раз? Косметология. Косметология не так часто приходит. Основные все-таки это маникюр-педикюр, это волосы, потому что люди, хочешь-не хочешь, будут стричься, будут ухаживать, краситься. Здесь очень много аппаратов все-таки. Наверное, это достаточно затратно. То есть общие инвестиции на весь салон сколько могут составить? 40 тысяч евро. 40 тысяч евро, это минимально. Это вот 50-75 квадратных метров. И в основном маникюр-педикюр. Да. Маникюр-педикюр, волосы, это если вот так просчитывать, и архитектура, коррекция бровей. Это у вас там. Вступительный взнос обсуждается, то есть это будет индивидуально, в зависимости от города, от партнера. Так, круто. Что есть еще? На что можно посмотреть? Это шкафчик. Здесь вещи. Здесь вещи, не будем. Здесь наши администраторы. Да. Большой телевизор. Косметика, которая на продажу. Вот эта штука приносит доход? То есть вы много продаете людям домой? Если правильно работать, то, конечно, она приносит доход. То есть это 30% составляющая того, что приносит доход. 30%? Да. То есть в принципе можно оставить только эту стойку всех и будет зарабатывать. Ну, у нас же все-таки салон красоты, а женщины очень любят ухаживать за собой. Тем более вся продукция, вы же видите на витрине практически, да, вся уходовая, это наш бренд. Она очень доступна по стоимости. Поэтому. Вы как-то пушите покупки? Имею в виду, ну, мастера рекомендуют что-то с собой взять? Конечно, рекомендуют. Это и администраторы, и мастера. Не получается 100%? Да. А это конфетки, да? Да. Хотите конфетку, жвачки? Ну, не буду сейчас жевать в кадре, а потом, конечно же, половину себе сыплю. И это зал парикмахерский, и визажный, и архитектуры бровей. Да, это место, где очень много проводим времени. В принципе, одно из самых популярных. Почему? Потому что и девочки приходят на сам себе визаж. Тут же есть тестер-стенд, где можно попробовать весь продукт. В принципе, когда мастер-визажист может порекомендовать косметику, и тут же клиент может себе приобрести. Что такое сам себе визаж? То есть, когда... Сам себе визажист, это когда наш мастер объясняет, рассказывает, как работать, полностью идет разбор косметички, подбор косметики индивидуальной. И уже ты параллельно еще учишься сам себя красить. Индивидуальный мастер-класс? Да. Ты, например, приходишь и говоришь запрос, что я хочу делать себе everyday makeup, чтобы это было действительно красиво, профессионально. Тем более, вы же знаете, как сейчас все любят себя фотографировать, снимать селфи. Наверное, сколько процентов? 70 уже все блогеры. Особенно дешевле. 100% всего года. Да. Поэтому сейчас это одна из самых популярных такая процедур. А чем, ну вот, я хотел спросить, чем коди салон, отличается от, ну вот, какие здесь вот моменты, которых вот редко встретишь в других салонах? 80% отзывов у нас идет о атмосфере, потому что мы действительно очень большое количество уделяем тому, чтобы каждый клиент для нас... Ну, у вас, в принципе, все довольно общительные. Девочки? Да, все довольно общительные. И поэтому все, кто к нам приходит, все говорят, у вас как дома, настолько уютно, настолько классно, вот реально не хочется уходить. И плюс здесь есть все залы, ты можешь, ты можешь пройти... Я думаю, это заявки на франшизу. Падают и падают, и падают, и падают. Да, видите, сколько мы с вами общаемся, да, уже сколько у меня звонков пропущенных. Так, ссылочка в описании, чтобы позвонить Елене. На чем вы остались? А, в общительности. То есть вы этому как-то проверяете? Вот вы говорили, что с людьми очень много. Я очень большое внимание, я очень большое внимание уделяю на том, как подбирать персонал. То есть я подбираю каждого мастера для себя, вот чтобы мне было комфортно. Я по духу очень легкая, я очень люблю общаться с людьми, я это действительно люблю. У меня такая же. Поэтому, в принципе, это будет, я помогу, да, научу как вот нашему будущему партнеру, как вот работать, как подбирать. Вот если ко мне приходит моя девочка, я ее хочу обнять, вот это уже мой человек. Вас обнимали на приеме на работу? Конечно. Мы не помним, мы потеряли сознание, но вроде обнимали. Так обняли. Хорошо, может быть там какой-то совет по собеседованию, какой-то вопрос, который всем задаете, или что-то помимо обнимашек. Это как бы больше. Ну это да, это такое. Тестная эмоциональная открытость. Да, да. Это вот если я действительно уже чувствую, что вот он действительно мой человек, я с ним очень... Тогда да. Какой совет? Ну просто вопрос, который вы можете задавать, там, на собеседовании, или что-то еще. Я задаю вопрос, знаете ли вы продукт Коди? Почему вы любите продукт Коди? Потому что все-таки все мастера же должны работать с нашим продуктом, они должны его знать. Большая часть, особенно мастера маникюра, конечно, они все знают. То есть, это один такой вот из вопросов, особенно для мастеров ногтевой эстетики. Я думаю, что в случае с партнером, с франшизи в будущем, это тоже будет важно. Поэтому сначала протестировать на себе, а потом уже прийти, потому что, мне кажется, этот бизнес не для тех, кто там выбирает между, не знаю, там, рестораном каким-то, магазином любым, неважно каким, и еще чем-то. То есть, они должны быть все-таки немножко вашими фанатами. Конечно. Эти партнеры. Поэтому, я думаю, это такой правильный путь. Поэтому приезжайте на... Мы сейчас находимся на Северской борщаговке и начинайте, наверное, с этого. Прежде чем заявочку оставлять. Хорошо. Мы говорили о том, что здесь атмосфера окей. Это то, что... Качество, цена. Цена. Вы какую выбрали категорию? Практически у нас средняя цена. Сколько вам не обошел, вот этот обошелся, маникюр, если только его делали чуть подольше и чуть... Это у администратора, надо было точно уточнить. Ну, типа... Так, чтобы точно-точно. Ну, и я смогу позволить себе? Конечно, вы сможете себе позволить. Это до 500 гривен. То есть, у вас средняя ценовая категория, да? И отличие в том, что мы делаем, вот если даже отобрать маникюрный зал, это все полностью делается на нашем продукте. Одно из отличий. Потому что во многих других салонах будет много различных каких-то продуктов, и на самом деле это сложно, и качество разное. А здесь даже сам отзыв от моих же мастеров был, вот нам так удобно и комфортно, когда мы работаем на одном продукте. То есть, ты его знаешь досконально, и плюс, если это же какие-то моменты, у нас есть учебный центр, наши технологи, да, с которыми мы решаем любые моменты. Я просто еще хочу бизнесовую составляющую подчеркнуть. Когда вы работаете на своем продукте, плюс еще в том, что для вас же это дешевле, то есть, когда вы покупаете... Конечно, для нас это выгодно, и у нас будет особое предложение для наших же аккаунтов. По цене, да, закупочное на товар. То есть, большинство салонов, они же работают не на своей. Это, в принципе, очень редкая история, если не дам... Ну, наверное, не единственная, но довольно редко, когда производитель косметики и вот таких средств для ухода запускает свою сеть салонов. И в этом смысле действительно очень выгодно. Конечно. И при том, что у нас есть, опять же, повторюсь, учебный центр. Там, где мы можем повышать уровень квалификации тех же мастеров, тех же технологов. И даже если есть какие-то моменты, то это все решаемо и довольно-таки быстро. Это в Киеве, да, ООС? В Киеве. По помещению, то есть мы поняли, что 75 квадратов рекомендуемая такая... Да, 75 квадратов оптимальная площадь. Будет очень хороший вариант. Мы здесь находимся... Ну, то есть те, кто знает Киев, это Софиевская Борщаговка. Здесь очень много новых жилых кварталов. В принципе, достаточно... Ну, такой средний сегмент, опять же. Средний сегмент, да. Не дешевое жилье. То есть там, где, ну, и платежно. Город в городе. Так же и местные называют здесь город в городе. Да, тут создана инфраструктура, есть магазин субмаркеты и, в принципе, здесь вы здесь органично влились. Да. Где еще, какие еще могут быть потенциальные рекомендации? Вот откуда к вам чаще всего приезжают, может быть... Ну, изначально мы все-таки хотим стартовать с Киева. То есть, потому что мы в Киеве. Да. И это будет достаточно... До первых партнеров Киев может быть сателлиты, да, наверное? Ну, возможно, да. То есть те, которые близко к нам. Но, опять же, мы будем помогать в подборе локации. Потому что все-таки как-никак уже в этой сфере мы работаем довольно-таки давно. Какие принципы базовые выбора локации? Что важно? Вам трафик же, наверное, такой большой не нужен или нужен? Нет, все-таки это важно. И само место расположения, чтобы было уютно, чисто, это очень важный момент. И все-таки, чтобы выходили на более такую проходимую часть, а не где-то. Снова по франшизе, смотрите. Может, ответим? Я думаю, стоит сказать о том, что все-таки локацию надо будет поискать. То есть, от партнеров все-таки обычно ждется, мы ждем, что вы будете активно участвовать в процессе. То есть, это не салон, который за вас кто-то сделает, потом вас сюда заведут за ручку, скажут, вот диванчик, присаживайся, наслаждайся, и вот тебе еще денежки будем подносить. То есть, так это не работает? Франшиза, это про... Про сотрудничество. Вот, чтобы у вас теребил телефон постоянно, так оно работает, вот, чтобы вы были в вашем операционке, да, я так понимаю, максимально это все? Да. Вообще, это можно сделать lifestyle бизнес? То есть, когда ты, типа, живешь, работаешь, кайфуешь и так далее? Или это прям... Ну, я думаю, мы такого партнера и будем себе искать, потому что на самом деле красивый бизнес это очень сложный бизнес. Ну, это мой стиль в жизни. К чему внутри надо быть готовым? То есть, какие моменты? Ну, в первую очередь, это работа с клиентами. Бывают различные ситуации, но, честно вам скажу, за вот практически два года у нас были единичные случаи. Вы ему сразу шампанское, все. Конечно, я всегда на... Где мой шампанское? Сейчас несу. Я всегда на связи с клиентами. Если даже какие-то более серьезные проблемы, мы садимся с клиентом, разговариваем, мы всегда находим какое-то обоюдное решение. Но таких вам, честно скажу, было на максимум два случая. Это что-то связанное с... Не понравилось, как в итоге получилось, да? Два, ну, да. Что еще, к чему надо быть готовым? Клиенты, понятно, команда. Вы с этим как-то помогаете? Конечно, мы можем давать рекомендации. Я уверена, что если уже нужно будет помочь, я помогу их в собеседовании, потому что, ну, у меня уже довольно-таки большой опыт работы с командой. Ну, плюс академия. Окей, так, по команде понятно. Вообще, кто у вас работает? У вас, по-моему, уже девочки, да? Мальчиков нет? У нас один мальчик. Это Влад. Который... Часто, если где-то вопросы, Влад. Влад. Чем занимается Влад? И массажист. Массажист Влад? Да, массажист. Нет, массажист. Посовместительство. Класс. Так, а где у нас... Ага. Слушайте, как все... Это какое шампанское? Советское? Так, мы, наверное, потом какой-то тост, надо сказать, типа, за захват мира. Да, за захват мира. Прикольно. Как в вашей книге, да? Не знаю, там, с логистикой, получается, вы помогаете, имею в виду, с поставками. СММ-продвижение мы помогаем. Вот здесь вот вот. Здесь маркетинг. Здесь маркетинг, да. То есть надо понимать, когда вы открываете свой салон, вот самостоятельно, да, вот как ребята там 10 лет назад, ой, 10 лет назад, в 2019 году, вот, то вы можете пойти по пути покупки франшизы, но, допустим, вы пошли по пути сами открываете. То есть вам нужно научиться нанимать людей, научиться делать маркетинг, научиться выбирать помещение хорошее и еще много всего. Что в случае с франшизой, оно снимает сразу. То есть вам, по сути, остается непростая, но более приятная часть это работа с командой, с клиентами, ну и с помещением, то есть что есть необходимо, там с арендодателями и так далее. То есть все остальное вы забираете на себя. И юридическая поддержка, конечно. Давайте ключевые аспекты, то есть с чем не придется сталкиваться партнерами вот эта вот скучная часть. очень, наверное, одна из самых сложных моментов, это СММ-продвижение. Инстаграм, Фейсбук, это маркетинг, это постоянное вовлечение наших же франшизей в различные рекламные съемки, которые мы делаем регулярно. Мы запускаем рекламную кампанию, Google, Facebook, Instagram, ведем соцсети, создаем контент, работаем, настраиваем работу с сериалом системы, телефонии, колк-трекинга, то есть все вот эти вот скучные процессы, которые не очень любят заниматься собственники салона, мы полностью... И, как правило, нормально не занимаются. Да, потому что вот с первых заявок по франшизам мы получили очень много инсайтов, что нужно, TikTok или Instagram или Facebook, или какая реклама работает. Может, там, одноклассники, да, там еще работают? А как вести учет клиентов, где в блокноте или какая-то CRM-система, какая CRM-система есть? Как следить за качеством работы персонала? То есть у нас работа каждого мастера оценивается после процедуры. И оповещение приходит прямо мне и Лене на телефон. Мы видим, насколько человек доволен. Где я могу оценить Зою? На рабочем месте мастера установлены специальные QR-коды, где человек может оставить отзыв, оценить работу мастера. Мы так и сделаем сейчас. И здесь будет зашито уже имя, да, человека? Подвязывается ваш номер телефона. Мы по номеру телефона определяем мастера. А, это сервис какой-то, который называется Экспиренза, да? Так, отлично. Добавить комментарии. Передавить аудиосообщение или фото. Вот все, теперь меня вы, наверное, закидаете смс-ками. Мы гордимся нашим НПС-ом. Сколько? 9,5. Это хорошее. Да, это очень хорошее. То есть это в основном вас рекомендовали бы друзьям своим. Да, и мы против навязчивости, мы против каких-то скидочек, больших акций, там, навязчивого маркетинга. Мы изучаем потребности, что нужно клиентам. Кропоративы вас вызывают на какие-то, ну, большие мероприятия, чтобы там всех накрасили? Да, работа Мисс Украина, Мисс Квин, Европа. Вива. Все мероприятия Вивы. То есть мы являемся пяти партнерами уже очень много лет. Просто к тому, что партнер может увеличить свой доход за счет того, что происходит за пределами салона? То есть здесь понятно, да, он там, как бы, может делать манеркинг. Если какой-то ивент есть, конечно, приглашают. Приглашают, а мы выезжаем, у нас есть полностью все оборудование, переносное, выездное, где те же девочки могут комфортно работать, предоставлять услуги, например, если это какая-то свадьба там или еще что-то и работа на улице, да, конечно. Свадьба, мне кажется, это тоже очень прикольный способ монетизации, да, то есть для салона. Да, да, потому что очень многие же приезжают с различных городов, если это, да, какая-то свадьба такая большая. У нас это востребованная довольно-таки услуга. А что вы думаете насчет того, что все-таки идут на мастера? Вот эта вот история решена уже как-то вообще в целом? Решается? Вы знаете, идет в комплексе, идут и на мастера, идут и на атмосферу, да, и на бренд в том числе, потому что мы уже все-таки себя довольно-таки хорошо зарекомендовали за этот длительный период и люди доверяют нашему продукту. То есть мастер не важен, важно, что это ходит? Нет, все в комплексе. Иди, конфетка падает. Это конфеты или жвачка? Жвачки. Друзья, это что у нас? Как это называется? Это тестер-стенд. Тестер-стенд? Да. Здесь... Звучит как тестостерон. То есть для мужчин настоящих. Давайте бьюти-бар его назовем. Бьюти-бар. Все, меняем название. Все. Бьюти-бар. Здесь мы показываем клиенту нашу продукцию. Также можно продемонстрировать. А пристаньте шампанского, чтобы было ощущение, что это бар. Так, вот я, чтобы чувствовал себя максимально вот так еще делать. Так, значит, это бар, бьюти-бар. Где что? Где клиент может все попробовать, посмотреть, что у нас есть. Также я, как визажист, могу профессионально рассказать и подобрать клиенту косметику. Давайте. Значит, что мне нужно? Это что такое? Это помады. Это помада? Да, матовые помады. Я понимаю, вот эта помада, а эта какая-то маленькая помада, да, тонкая? Это такой карандаш-помада, очень удобно. А, да? Также у нас, вот когда открываем мы вот это вот чудо-волшебную штучку. Здесь вот так вот всегда реагируют все клиенты. Просто вау. Здесь у нас тени, можно подобрать для любого мероприятия. Здесь у нас помады, помады, блески. У нас даже помимо, помимо профессионального оборудования, профессиональный продукт, у нас даже есть одежда для мастеров, и нижнее белье. Обувь, для вышла. Белье, полностью все, что обеспечит комфортную работу мастера. Нифига себе, то есть вы просто на всем, я же говорю, в конце концов вы будете производить там, не знаю, мебель, покрытие для пола, зеркала. Нет, мы, мы не планируем так далеко уходить. Не, ну косметика, теперь уже одежда получается, нижнее белье. Если, если эта одежда помогает комфортно работать и стильно выглядеть мастеру, то да. Так вы это и продаете еще? Смотрите, у нас даже носочки есть. Ничего себе. Вот это да. Слушайте, а это вы, получается, может клиент купить, да? Да, конечно. Класс. Клиент СМЛ, XL для меня специально. Это очень хорошее, качественное белье латвийское. Как вам кажется, для кого этот бизнес идеально подходит? Все-таки есть какой-то образ, портрет этого потенциального франшизи в голове? То есть, кто эти люди? Я. Короче, если вы похожи на Елену, двойники Елены, пишите, оставляйте заявочку. Да, на самом деле человек должен хотеть. Ну, пишите себя, то есть, что вы, что вы, что вы, какие у вас ценности, я не знаю, что для вас важно в бизнесе, в работе с командой? В первую очередь, конечно же, это человек, наш партнер, должен любить работать с клиентом, потому что это то, что действительно важно. Когда только к тебе зашел клиент, он уже чувствует, получит он здесь вот эту отдачу, зачем он пришел. по крайней мере, я такое бы хотела, да, вот когда я захожу, когда тебя встречают, это очень важный момент. Не бояться этого бизнеса, потому что разные есть клиенты, и не бояться этого не нужно никогда. А на самом деле это очень интересная сфера, потому что ты постоянно на волне вот этой фэшн, бьюти, индустрии, что держит постоянно в форме. Вы сталкиваетесь, наверное, чаще всего, то есть вы фронт, этой всей истории. Вот честно только, не надо рассказывать, там будут рекламные слоганы, что все забавные, пушистые и так далее. То есть вот к чему быть готовым? Every day. Every day, да? Да. Каждый день нужно быть готовым к тому, что клиенты всегда разные, девушки, мужчины. Всегда люди приходят с разным настроением, с разным запросом. Всегда нужно максимально показать гостеприимство салона, это первостепенно, это человек видит с порога, видит администратора. Всегда должна быть улыбка, всегда нужно человеку дать хорошее настроение, чтобы он ушел радостный, либо он выговорился с мастером, либо он расслабился, получил комфорт, атмосферу, которую мы всегда стараемся нести. Это так и есть. Every day. Рекламные слоганы. Давайте теперь, какие были нетипичные ситуации, как вы с ними справляетесь? Любой назовите, я думаю, никто не будет против. Ну, бывает иногда, что не совсем попали к тому мастеру. Вот бывает такое, что нет на смене мастера, которому человек бы хотел попасть. То есть люди хотят мастеров? Иногда. Есть некоторые мастера. Хотят, конечно. Конечно. Это не каждый клиент, это мы сейчас говорим о некоторых случаях, правильно? Бывает такое, что да, вот попал человек не к тому мастеру, либо нет на смене мастера, которому он хотел попасть. Мы максимально предлагаем другого, который есть сейчас, который свободен в будущие дни. Максимально рассказываем о достоинствах этого мастера и предлагаем человеку хотя бы просто попробовать пообщаться, проконсультироваться и мастера уже непосредственно с клиентом продолжают работу и человек остается. Сколько здесь людей в день бывает разных? По клиентам, я имею в виду. Что еще ходит к вам? К нам приходят просто покупатели за товаром, не обязательно клиенты как услуга салона. Бывают к нам достаточно часто. Какая часть клиентов за товаром только приходит? Ну, процентов 15 точно с салона приходят, помимо услуг, просто приходят купить товар. Это которые были у вас, наверное? Которые были, которые, да, которые знают о бренде, которые были у нас на разных мастер-классах либо посещали наш учебный центр, им удобно прийти к нам, они приходят к нам за товаром. А в итоге сколько тут человек? По-разному. Ну, типа, там, 20 или 100? Ну, бывает 15 человек. От загруженности дня бывает 15 человек, Какой день самый загруженный в салоне? Суббота, конечно. Суббота, пятница, воскресенье, выходные дни. Праздники? Конечно, предпраздничные дни. Ну да. Предпраздничные дни, как правило, конечно, это очень хороший наплыв, особенно 8 марта, 14 февраля, Новый год. Такие достаточно масштабные праздники. А что происходит здесь 9 марта и 15 февраля? Ну, конечно, есть... Все лежат? Нет, конечно. Уставшие от работы? Есть клиенты, которые ходят независимо, конечно, от праздничных дней, они ходят на комплексные процедуры, либо запланированные процедуры, независимо от праздничных дней, конечно. Ну и выходные, после 8 марта, с обычно 8 марта. Да. У меня последний вопрос, как вам мой маникюр новый? Шикарный. Зоя сделала? Вам очень идет. Вы попали в нужные руки. Своими руками вы попали в нужные руки. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok